египет сразу после потопа следы злых богов часть 1 все началось с того что мне попалась на глаза фотография роджера фэнтона из египта где была голова сфинкса которая торчала из песка то есть все остальное было в песке и это был 1852 год фэнтон был непростой фотограф он сделал фоторепортаж крымской войны он был официальным фотографом британской империи и обычно оказывался в самых интересных местах оказалось что фотографий сфинкса полно их делали и французы и англичане и даже немцы особенно интересно рассматривать их по мере откапывания самого сфинкса то есть получается что начиная с 1848 года а именно так датирована первая фотография египет только начали откапывать но ведь мы знаем со школы что еще в самом начале 19 века была экспедиция наполеона первого масса научных открытий и так далее мне стало интересно и я стал искать дальше оказалось что фотографии египта огромное количество сделано в середине 19 века вот такой он не открылся все это мне живо напомнило крымскую войну и разрушенный севастополь на фотографиях фэнтона везде пустыня песок с камнями и свежеоткопыли и руины я стал искать следы потопа ничего не смущает всем хорошо знакомо это место это луксор про фигуры я пока промолчу но пшеница засеянная вокруг там же каменистая пустыня откуда там вода и тут мне попадается вот такой рисунок наверное это все-таки не пшеница а просто папирус или еще какая-то болотная трава на откуда там вода столько воды я помню еще со школы что до строительства асуанской плотины бедных египтян в их пустыне мучили страшные разливы нил кто летал самолетом над египтом помнит что зеленый цвет заканчивается за каиром и дальше редкие пятна на фоне светло-коричневой пустыни асуанская плотина выше по течению нила я бы понял смысл если бы в египте верховьях нила шли бы сезонные дожди или снег бы на зиму выпадал и потом вся вода заливала бы каир разливами нила но ведь там еще более сухая пустыня там уже начинается сахара еще немножко воды для понимания проблемы многие были в египте и прекрасно смогут сориентироваться по расположению пирамид где эта вода и где она сейчас особенно замечательно выглядит пирамида в горах песка и отражение этих пирамид в воде меня очень заинтересовала асуанская плотина что же получается вот раньше воды в египте было залейся а после строительства плотины и и не стало я нашел фото асуаны середины 19 века и тут меня ждал удивительное открытие это асуан до строительства плотины до строительства там воды было больше чем сейчас но ведь ходят целые легенды что плотина затопила специально что-то очень важно для понимания истории египта я так думаю что сам факт асуанской плотины это то что скрывали зачем ее строили и почему именно в асуане давайте взглянем на карту смотреть надо не на саму плотину а на подписи песчаная пустыня с одной стороны с другой стороны каменистая а теперь снова я покажу фото пирамид и песка пирамиды хорошо выполнили свою функцию они спасли каир пирамиды это волнорезы они рассекли и остановили поток селевых масс потопа дальше пирамид поток не прошел каир сильно пострадал но в основном уцелел а вот в асуане поток перегородил нил мешая течению вызвал запруду которая наверное периодически прорывалась вызывая затопление или просто оказалась самым узким местом где селевой поток практически уже сам перегородил русло нила и этому есть подтверждение на старых фото помните я показывал асуан до плотины а вот так эти места выглядят сейчас воды стало гораздо меньше это те постройки которые в девятнадцатом веке приходилось посещать на лодке они на острове в водном массиве перед асуанской плотиной вообще разглядывая асуан попалась на глаза много интересных объектов о которых обычно не говорят известно что раньше в асуане были каменолом где вырезали обелиски и прочие монолиты я нашел участок срезанной стены со следами машины обработки точно такие же как в индии и в инкермане мне эти вырезанные мужики на лицо кажутся совершенно близкими персонажами обратите внимание на полосы послойного срезания камня на этом обрезке скалы в асуане точно такие же следы нарезанных скалах в инкермане и в индии это индия а это египет вопроса о том могли ли резать камни как по маслу по моему пора закрывать и резать могли и перемещать как угодно и куда угодно вот например что в это время фотографы зафиксировали в альбеке а это севастополь про следы потопа в котором я уже писал и так по всем очагам средиземноморской и не только цивилизации прокатился потоп после чего мы видим руины которые примерно в одно и то же время начали откапывать и при этом фотографировать что ясно объединяет все эти события в одном а что не маловажно все эти цивилизации объединяются в одну пусть со своими местными особенностями и колоритом но одну распространенную по всему миру индия китай япония россия крым северная африка южная америка везде мы видим свободное обращение с огромными мегалитами и резку камня как по маслу по многим этим местам прошелся потоп но не по всем далеко не по всем где-то смыло все до основания россия где-то все осталось нетронута индия фотография реально запечатлела время откапывания засыпанных руин ясное дело что им долго лежать спокойно не дали ведь под неглубоким слоем песка куча сокровищ оставшийся без хозяев лет десять двадцать пока выжившие очухались и достали лопаты однако мои находки на этом не закончились я обнаружил еще два нюанса которые у меня вызвали не просто шок а прямо культурную панику но об этом в следующей серии ссылка на данную статью будет в описании к видео